Упрочили лидерство. ХК «Саров» принял на своем льду команду «Торпеда» из Лыскова. Дома и стены помогают. В этом сезоне хоккейный клуб «Саров» ни разу не проиграл на своей арене. Все матчи заканчивались в пользу наших хоккеистов. В минувшие выходные в Ледовом дворце «Саров» скрестил клюшки с командой «Торпеда» из Лыскова. На лед со стороны противника вышел знакомый многим борельщикам игрок Игорь Сиротинин. Он играл за нашу команду в высшей лиге 2002-2004 годах. И очень здесь хорошая была дружная команда. Прям самые теплые воспоминания. Всех помню. Там вижу из того же тренера Сергея Макеевича. Вижу, он же был в этой команде. Очень тепло. Ну, очень тепло. Просто всегда вспоминаю эти времена. Потому что, ну, действительно, жили с семьей и дружно очень играли. Я думаю, неплохо. С каждой игрой первенства в высшей лиге градус напряжения только растет. Для «Сарова» матч был принципиальным. В случае проигрыша команда лишилась бы ценных очков и отстала от лидеров в турнирной таблице. В первом периоде счет открыл «Саров», отправив две шайбы в ворота противника. До конца периода «Торпеда» так и не смог отыграться. Стартовый натиск. У «Саров», конечно, было преимущество очень большое в первом периоде. И хорошо, что мы глотнули только два, а не больше. Но где-то со второго периода уже игра так более-менее выровнялась, стала атака туда, атака сюда. Но по счету они молодцы, они реализовали. Но сдаваться противник был не намерен. На первых минутах второго периода шайба была в наших воротах. К середине счет сравняли 3-3. За секунду до конца периода гол забил Денис Китаев. И снова «Саров» уходит на перерыв с победным счетом. Переломить ход игры команда «Торпеда» не смогла и в последнем периоде. «Саров» снова победил на своем льду. Финальный счет игры 5-4. Установка, как обычно, тем более с таким соперником, поплотнее, пожестче, больше навязывать борьбу, ее не проигрывать, цепляться за свои моменты, попадать, забивать и сзади строго играть. Где-то получилось, где-то не очень получилось. Но вот, слава богу, удача сложилась для нас сегодня. Сейчас «Саров» занимает вторую строку турнирной таблицы. «Саровский» спортсмен Антон Каманин стал победителем чемпионата Нижегородской области по боксу среди мужчин. Второй результат в современной России. Саровчанин Антон Каманин на прошедших на Бару областных соревнованиях занял первое место. Раньше такого успеха достигал только один уроженец нашего города Андрей Дайнек в 2018 году. Теперь пальма первенства у Антона. Он пришел в бокс в 7 лет. Начинал тренироваться в Вознесенском, потом переехал в Сарох, пришел заниматься к тренеру Виктору Шлипугину. Сейчас юноша 22, за его плечами участие в нескольких крупнейших областных и региональных соревнованиях. На соревнованиях у меня в весе было 4 человека. На самом деле не так уж и много 4 человека. И было два боя. Первый бой у меня прошел в виде явного преимущества. В втором раунде мне отдали победу. А второй бой, финал, был такой напряженный, тяжелый бой. Немножко выдохся, но в итоге все равно получилось одержать победу с подсказками Виктора Васильевича. Выиграл финал. Человек выиграл чемпионат области. Ему еще было два специальных приза вручено. Специальный приз был как за лучшего бойца турнира, а второй был приз от ветеранов бокса Нижегородской области. Это вообще впервые нас так. Как практически любой спортсмен, Антон критично смотрит на результаты. Говорит, были ошибки, есть над чем работать. Тем более, что впереди у него чемпионат Приволжского федерального округа. Вообще в этом году молодой человек поставил себе цель – стать мастером спорта по боксу. Бокс – это такой, я бы сказал, мужской вид спорта. В нем развиваются такие моральные качества, которые нужны каждому мужчине. И этим он меня привлекает, и как бы хочется им заниматься. Иногда это было такое желание, что он надоедает, но потом, как видите, опять возвращаешься сюда же, в этот же зал, и все как бы затягивает немножко. Как рассказал тренер Виктор Шлипугин, этот сезон плодотворный для саровских спортсменов. Мы практически завершили цикл первенства чемпионатов области. За январь прошли все возрастные группы. Практически во всех возрастных группах у нас есть сборники области. Даже две девочки у нас. И девчонки у нас тоже завоевали в путевке. Ребята поставили себе цель и вместе с тренером шли к этой цели. Сейчас Антон Каманин вместе с тренером работает над коронными приемами, отрабатывая технику, чтобы достойно представить наш город и всю область на первенстве Преволожского федерального округа 5 марта в Перми. Саровская лыжница Алла Радимова победила в двух выездных турнирах по лыжным гонкам. Лыжными гонками Алла Радимова начала заниматься во втором классе. Первым тренером юной лыжницы был Валерий Гущин. После окончания школы Алла стала тренироваться у Николая Седова. В течение четырех лет она ходила на тренировки, уезжала на сборы и соревнования. Так спорт стал частью жизни Аллы Радимовой. Сразу после работы 5-7 раз в неделю она выходит на трассу. Лыжный спорт таков, что без летней подготовки зимой не побежишь, не получишь тех результатов, которые ты бы хотел. И летом приходится бегать, в основном по пересеченной местности, по горкам. Ну, больше мне нравится, конечно, на лыжи роллеров кататься. Несмотря на то, что Алла Радимова занимается лыжным спортом не на профессиональном уровне, она активно участвует в различных эстафетах и соревнованиях. В прошлом году у спортсменки было 44 старта, 28 на лыжах и 16 беговых. В богатом опыте Аллы Радимовой есть и гран-при России по горному бегу, где она заняла первое место в своей возрастной группе. Новый год лыжница тоже начала с побед на двух выездных соревнованиях. На открытом первенстве Нижегородской области по лыжным гонкам 5-километровую дистанцию Алла Радимова покорила на 16 минут и 21 секунду и финишировала первой. Также золото Саровчанка взяла и на региональных соревнованиях в Кстово. На каждых соревнованиях я ставлю свою цель. То есть есть соревнования, где мне хочется улучшить свой результат, где-то победить, где-то войти в тройку призеров, где-то просто преодолеть эту дистанцию, допустим, длинную марафонскую или по сложности. На некоторые соревнования Алла Радимова выезжает вместе со своей дочкой, Елизаветой Ляпиной, которая также занимается лыжным спортом, как и мама. Иногда на стартах они выступают вместе, как команда, а в личных эстафетах поддерживают друг друга. Хочется ощущать тебя, ну, быть всегда в тонусе, потом мне нравятся эти лыжные гонки. Не знаю, мне не нужна никакая мотивация, просто это часть моей жизни. В планах на ближайшие два месяца у Аллы Радимовой четыре марафона свободным и классическим стилем. Воспитанники спортивной школы ИКАР вернулись с областных соревнований по плаванию Кубок Сильнейших. Без соревнований невозможно развитие спортсмена. Воспитанники отделения плавания и школы ИКАР постоянно выезжают на различные областные состязания и редко возвращаются без наград. В конце января пловцы вернулись с Кубка Нижегородской области второго этапа Кубка Сильнейших. Мы готовились к ним. Это, в принципе, первое соревнование данного года учебного, потому что он у нас начинается с первого января. В этот раз Кубок Сильнейших, второй этап этого возрастной группы, съехались самые сильные спортсмены области. Причина – они начинают себе, как бы, делать маленькую тропинку для того, чтобы попасть на отбор всероссийских соревнований. Воспитанник ИКАРа Павел Бородин уже начал идти по этой тропинке. С Кубка Сильнейших он привез три первых места и одно второе. Кроме того, на самой длинной дистанции юноша стал четвертым в области. В принципе, я доволен своим результатом. Я плывал всего в общей сумме пять дистанций. 50 баттерфляй, 200 комплекс, 100 спина, 800 вольный. И, в принципе, они меня порадовали. Но можно лучше, надо работать. Есть важнейшие соревнования, которые близко. Это отбор на веселый дельфин в Санкт-Петербург. Как бы очень хочется туда отобраться и показать свои возможности там. Этот этап Кубка Сильнейших стал первым, в котором участвовали и Павел Бородин, и его товарищи по команде. И хотя дипломы больше никто не привез, ребята смогли проверить свои силы и возможности на непростой воде. На них гораздо сложнее противники. Хоть там были дети такого же моего возраста и на год младше, но они все равно плавают очень быстро. Первый день я пыла 50 браз и 50 дельфин. Их я улучшила. Заявленное время было больше. Пропыла я быстрее. Мне очень понравилось, в принципе. Думаю, что результат стал лучше. Сейчас ребята готовятся к следующим этапам Кубка Сильнейших, чемпионату первенства области, отбору на всероссийские соревнования «Веселый дельфин». Кроме того, Федерация плавания Нижегородской области провела осмотр-конкурс по результатам деятельности спортивных школ. За год посчитали все очки спортсменов, выявили лучших и выставили рейтинг. Первый раз команда пловцов «Икара» попала в десятку лучших и заняла второе место по региону. Это достижение и всего тренерского состава, и воспитанников, которые показывали хорошие результаты на соревнованиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова